Сказка называется «Мышка, которую ела кошек», написал ее итальянский писатель Джанни Радари. «Однахилая мышка, что жила в библиотеке, вздумала как-то навестить своих сородичей, которые ютились в подвале и были скрыты от всего мира. Вы ничего не знаете про то, что делается на свете», заявила она своим оропевшим родственникам. «Вы, наверное, даже читать не умеете? Зато ты, конечно, многое знаешь», вздохнули те. «Ну, к примеру, вы ели когда-нибудь кошку?» «Что ты, боже упаси! У нас все больше кошки охотятся за мышами». «Это потому, что вы невежды. Я уже на своем веку не одну кошку съела. И, уверяю вас, ни единая даже не пискнула. И вкусные бывают кошки?» «Вкусные. Только отдают немного бумагой и типографской краской. Но это пустяки. А собаку вам доводилось пробовать, нет?» «Что ты, ну что ты! А я как раз вчера съела одну овчарку. У нее были довольно приличные клыки. Но, в общем, она преспокойно позволила съесть себя и даже не тяфнула. И что, тоже было вкусно? Очень. Хотя тоже чуточку был бумажный привкус. А носорога не пробовали? Нет, ну что ты, мы даже в глаза его не видели никогда. А на что он больше походит? На пармиджанский сыр или на голландский? Он походит на носорога, разумеется. А слона или монаха, принцессу или елку тоже, наверное, никогда не ели. В этот момент кошка, которая пряталась в углу за чемоданами, выскочила с грозным мяуканьем на середину подвала. Это была самая настоящая живая кошка. С пышными усами и острыми когтями. Мышата в один миг разлетелись по норкам. А библиотечная мышка, увидев ее, так удивилась, что застыла на месте, словно игрушечная. Кошка цапнула ее лапкой и стала играть с нею. А, это ты, та самая мышка, которая ест кошек. Я ваша светлость, вы должны меня понять. Я все время живу в книгах. О, да, да, понимаю, понимаю. Ты ешь кошек, нарисованных, напечатанных на бумаге. Иногда, и только в научных целях. Разумеется, я тоже очень ценю литературу. А не кажется ли тебе, что не мешает поучиться немного и у жизни? Тогда ты, может быть, поняла бы, что не все кошки сделаны из бумаги, и не все носороги позволяют мышам грызть себя. К счастью для бедной пленницы, кошка на секунду отвлеклась, она увидела неподалеку паука. И ученая мышка вот по счету очутилась среди своих книг. Пришлось кошке довольствоваться пауком.